В этот день по традиции награждают грамотами и благодарностями главы города, полицейских, особо отличившихся в службе за год. Органы внутренних дел это такой сплоченный коллектив, который сосредоточил в себе практически все элементы, технические, в том числе средства, которые позволяют бороться с преступностью. Но хотелось бы обратить внимание на наш город. В нашем городе трудятся, работают свыше 700 сотрудников органов внутренних дел. Это наш отдел внутренних дел полиции, это сотрудники ГИБДД, это сотрудники рота ДПС, вневедомственная охрана. И сегодня, благодаря вашему труду, совместно с общественностью, с нашими добровольными дружинами, выполняется та задача, которая наиболее важна для нас тем, что мы должны сохранить город для нашего поколения, обеспечить безопасность населения. Были в их судьбе и погони, и задержание преступников, и серьезное расследование. Были и обычные будни, ночные дежурства, работа в праздничные дни, выезды в горячей точке. В память о тех, кто погиб при исполнении служебного долга, по традиции, минута молчания и корзина цветов к монументу славы. Но есть моменты в этом празднике и вне всяких традиций. Рассказ о судьбах полицейских не только о работе. Знакомство с семьями и детьми дает возможность понять, что в МВД работают не только прекрасные специалисты, но и замечательные люди. Среди них семейная династия Шагливых. Сергей Валентинович уже на пенсии, успешно возглавляет ветеранскую организацию, готовится к 170-летию создания Анапской полиции. Два его сына и два племянника достойно продолжают семейную династию. Петр Федорович Билан и Кузьма Григорьевич Лесников, пройдя дорогами войны и в мирное время, достойно стояли на страже правопорядка. Российская полиция, порядок всей страны. В этот день на сцене сын следователя Ирины Пименовой, восьмилетний Максим, рассказывает стихотворение «Жди меня». Его мама в этот день на службе, но выступление слушает по телефону. Такие теплые моменты дают ощущение единства одной большой семьи и гордость за причастность к профессии, в которой важнее всего не чины и ранги, а человеческие качества характера, выдержка, самопожертвование, верность долгу и присяге. Спасибо. Спасибо.